Дальше, что у нас, зафиксировали, окружность, рисунки, то есть можно подременно несколько, несколько... Орудие новое, современное. Это вот две таких доски умных компьютера, как сказали те, кто устанавливал эти доски. Они действительно очень быстрые, очень много в себя включающие функций, возможностей. Это вот такие небольшие ноутбуки или нетбуки, которые в данный момент нас сейчас в режиме нового регламента очень выручают, потому что это своего рода мобильный компьютерный пас, которым можно пользоваться в любом кабинете, перемещать достаточно легко и его использовать. Это многофункциональное устройство МПУ, сканер, принтер и так далее, которые тоже очень нужны и на уроках, и вообще в организации учебного процесса. И шесть ноутбуков административно-управленческого персонала, вот такого плана. Это тоже достаточно такие современные, скоростные и, главное, уже с новым программным обеспечением ноутбуки, которых вот можно использовать в разных форматах. Елена Евгеньевна Розова, наш учитель информатики, которой я передаю слово, который познакомит с тем таким образом. Наверное, уже невозможно представить без интерактивного оборудования. У нас, конечно, до этого все было, то есть у нас и были и доски интерактивные, но вот эта панель, ну это нечто. То есть мы, в общем-то, с учителями, наверное, в нее влюбились. Доска включает в себя несколько объектов, то есть нужно подключить проектор, нужно подключить обязательно компьютер и большую доску. Здесь, в общем-то, все в одном, то есть у нас есть сенсорный большой экран, даже который можно назвать так полноценным компьютером, планшетным компьютером. Здесь у нас встроенный компьютер есть, подключение проектов совершенно не требуется. Вообще, это у нас панель мобильная очень, можно перемещать ее. С места на место есть встроенный адаптер и разъем для подключения сети. Это значит, раз есть разъем для подключения сети, то есть мы можем работать, использовать на уроке все возможности сети интернет. Пожалуйста, вот мы открыли виртуальную экскурсию по Средневековской галереи. Можно поработать, можно перемещаться по залам. Здесь есть и гид, то есть мы можем побывать, в общем-то, где угодно. Во время урока взять фрагмент урока и, в общем, посетить места, до которых нам добираться очень длинно, без этого силы. То есть можем передвигаться, перемещаться. Кроме того, достоинство этой панели. Достоинством является то, что работать можно сразу одновременно нескольким человеком рядом с этой панелью. Рамин, помоги. Мы простейший пример возьмем. То есть вот у нас 3D Pay. Мы с шестиклассниками, конечно, недавно рисовали, Рамин мне поможет. То есть мы сразу одновременно несколько человек работаем. Дай попробуем изобразить с тобой. Здесь вдвоем работаем. Следующая. Я открою вот такую. Так, рисуй. Заливка. Цветная. Неважно линию оставим. Сделали. Я могу копировать. Пусть будет так еще менее. Ну вот несколько человек. Групповая работа тоже здесь приветствуется. Мы сразу несколько... Несколько человек могут одновременно работать. Цвет. В общем, вот как-то так можем поработать. Ну, наверное, во-первых, можно сказать, что это очень интересно. К тому же нам новое оборудование позволяет очень многое, в отличие от старого. Плюс мы можем находиться в разных классах. Это очень практично, я считаю. Потом новый компьютер позволяет нам не только работать как с компьютерами, но и видеть планшетов. Кому как удобнее. Плюс они очень многофункциональные. Тут установлены новые операционные системы и так далее. И можно очень многое... Ну, очень много получить новых знаний. Различные. Да. Скорость как? Отлично. Они работают даже намного лучше, чем те компьютеры, которые у нас были раньше в компьютерных классах. Намного? Да. Разно. Мне кажется, мы только начали. Ну, это Excel, Word. Сейчас мы начинаем проходить программирование. Это значит, мы используем программы, которые используются... Отскальпитон. Да, Отскальпитон. Для вас сложности никакой? Нет, нет. Все интересно учиться. Все понятно. То есть можете работать? Да. Ну и ваши ученики тоже... Да. Даже у ваших классов хорошо разбираются с этим. У младших, наверное, вас уже обходят. Собственно, у них быстро это осваивается. Каждый раз все восстанавливается. После них, да? В федеральной программе цифровая общебразовательная среда. 18 миллионов. 8 школ. Будем таким поставлять оборудованными общей школы. Поставка это оборудование современного. Она по программе цифровая общебразовательная среда. Нас проект образовает. Ну, это где-то в районе 2 миллионов 259 тысяч на каждую школу. То, что мы сегодня увидели, и что ребята говорят, педагог, это действительно прорыв в информационных технологиях и обучение наших учащихся Кенни Шмидт. Я думаю, что это будет полезно. И уже вот за короткое время ребята уже освоили на «ты» с этими компьютерами. И я думаю, что это будет в дальнейшем совершенствоваться эта работа. Много возможностей познания. Мы уже при ней нам показали, да? Можно зайти в любую программу, в любое культурное учреждение, там посмотреть, что интересует учащихся. Ну, и я думаю, что это будет прекрасная работа и учащихся, и педагога по освоению учебного процесса. Поэтому я считаю, что и в следующем году мы постараемся остальные 5 школ обеспечить таким компьютерным оборудованием. Ну, и в дальнейшем у нас есть планы. Три школы каждый год кванториумы школьные установить. Это уже более высокий уровень, где будет стоимость одного класса такого 20 миллионов рублей. Мы три школы планируем на 2021, 2022, 2023 год. Пока мы такую работу проводим с правительством, с департаментом образования, мы постараемся тоже программу реализовать.